Команды Латинской Америки Север и Турецкой Лиги. Поэтому вот-вот начинается стадия пиков и банов. Показано еще раз составы коллективов. Выделяются такие, знаешь, прям желто-черный футбол, как и такие Лайон у команды Латинской Америки. И думаю, что именно за ними будет, получается, ну не будущее, но во многом игра скромного коллектива зависеть. Кстати, интересно то, что на прошлом вайлдкарде у латинцев была одна команда на двоих. Здесь она разбилась и теперь получается Северная Латинская Америка оказалась такая. Посильнее немножечко, посолиднее, а Южная Латинская Америка осталась... Но именно в этом сезоне они там прям такой прорыв сделали, потому что на первом вайлдкарде, который был в Турции, они там закончили групповую стадию со счетом вроде бы 1-7, а в этом они здесь играли как раз-таки вроде 7-1. И мне чуть-чуть не повезло, потому что попались на АНХ они, так бы, может, они прошли, но вот не сложилось. Я думаю, что если бы как раз-таки они попались не на АНХ, а на Турцию, либо бразильцев, то тогда бы... Шансов было бы намного больше. Да, на чемпионате мира, я думаю, они показали бы лучше выступление, потому что мы видели, что Револьта неплохо играл против лесников своего уровня, либо около своего уровня, а вот Оди, мне кажется, был намного сильнее, и на чемпионате мира как раз-таки против топовых лесников он мог бы что-то показать. А самое главное, что они не обиделись, то, что АНХ их выиграли и прошли на ворсах, потому что АНХ на ворсах выступили очень круто. Обидно, когда ты проигрываешь команде, а на ворсах она выступает ну так себе. Но про АНХ такое сказать нельзя. При этом у команды Латинской Америки есть связка тоже не очень привычная. Игрок в верхней линии и стрелок. Они из одной команды, из команды, как и сказал Зак, финалистов лиги Латинской Америки с север. Но, опять же, Нерзул, саппорт. Самое главное, будет ли в этой игре у нас команда вся за Нерзула? Знаешь, было бы намного лучше, если бы Нерзул был адекерей, и вся команда говорила, жизнь за Нерзула все-таки. Да, и АДК там брали бы, ну, какого-нибудь там, не знаю, Джинкс, Кейтлин, Гиперкеррия какого-нибудь, и умирали за него, за его благополучие. А он потом берет ресталны и просто в пятерых прыгивает. Вот. У турков фавориты всей лиги Супермассив и Дарк Песседж, и такой заставшийся из команды спорной Аврора Кристалл, который, как и сказал Зак, может быть слабым звеном этого коллектива. Нам выгоднее, напомню, чтобы выиграли именно латинцы, потому что они в нашей команде, в команде льда. Вот. Поэтому надеемся и верим максимально в них. Как вы думаете, объективно, реалистично могут ли удивить нас мексиканцы и их коллеги? Я думаю, что учитывая, что там все-таки есть Оди и Сея, я, наверное, даже 70 на 30 на них ставлю, потому что турки, когда они играют вместе в одной команде очень долго, они играют хорошо. Когда же они играют в каких-то миксах, они всегда играют плохо, и как-то у них хромает плейстайл, у них разные плейстайлы довольно-таки. Поэтому сейчас я ставлю полностью на латинскую Америку. Я тоже на нее поставлю, потому что, когда я вижу парня Оди, я сразу понимаю, что этот лесничок может спокойно выиграть эту игру. Тем более, это был один, тут может все, что угодно быть. А вот, когда я смотрю на кристаллы, смотрю потом на Нару, который... Сразу хочется купить себе курсы испанского. Смотрю на Нару, который играет супер агрессивно всегда, и кристалл его не может в это время поддержать. Странный полу саппорта, который непонятно изменился или нет, мы это тоже узнаем сегодня. Элвин, который агрессивный лесник, он сюда играл на агрессивных чемпионах на Эко, на Ирели, и ему тоже нужна поддержка от своего лесника. И сможет ли дать ее кристалл своей команде, мы это посмотрим. Кристалл такой, я же в команде Аврора, вы что, какую поддержку вы ожидали? Ну, да, в этом плане да. И, в принципе, интересно то, что Леоны на его карде последнем, получается, в Бразилии, у них была сильная лейнинг-фаза, но порою позднее в игре они терялись. Не знаю, что им делать, и порою бывало такое, что они выигрывают сугубо за счет того, что у них был сноубол. Но, опять же, тут бывает... На самом деле, очень вопрос. Я бы сказал, что, в принципе, такая проблема может быть, потому что мы знаем то, что это не полный состав лайнов. Весь состав лайнов знает, как, например, засну болить свои линии, после этого играть достаточно агрессивно, чтобы игру закончить на этом. Опять же, тут три новых игрока, которые не знают этого и не знают, как с этим играть и как этим пользоваться. Друзья, тем временем, Traft начинается. Вторая игра первого игрового дня International Wildcard All-Star. Команда Латинской Америки Север и команда Турции. Тут же Элвин убанит его любимую фиору. Если вспомнить прошлый Wildcard, мы сразу же помним, как команда Турции приехала, Dark Passage не особо хорошо играли, но потом Элвин выкатывает свою фиору и просто тащит свою команду на своем горбу. И в какой-то момент ему просто начали ее блокировать. Да, сначала он выиграл нашу команду, потом выиграл еще одну. После этого она из бана больше не вышла. Но он сразу начал брать и рейли, и, в принципе, Гвинстрик его дальше продолжился до плей-оффов. Да, ну а команда турецкая блокирует сразу же Лебланку. Вот на самом деле прошел реворк Ассасинов, а их практически вообще не появляется. Только Лебланка. А ее в основном блокируют либо ферст пикуют. Многие еще тренируют всяких Талонов и Катарин, но они требуют намного больше, скажем так, уровня игры, больше именно синергии с командой, чтобы понимать, когда ты за них можешь ворваться, что именно тебе нужно за них делать и так далее. Поэтому я думаю, что Ребланка это самый простой персонаж для реализации. Я просто вот смотрю на Казиксы и не вижу в нем сложной реализации. Ты просто берешь сильные линии и пытаешься их сноуболить. Знаешь, что такое? Берет тебе в лицо Лисина, и твой Казикс, к сожалению, тоже реализации не видит никакой. Ну вот Лисина, допустим, забанили, все. Казикс, в принципе, не появлялся и до реворка до этого, скажем прямо. На нем играли очень редко. И вопрос в том, насколько сам чемпион по своему дизайну уместен в текущей мете. А вот Вейн, вторая игра подряд, там банит этого чемпиона. Пульба, как ты думаешь, это вообще правильно? Очевидно? Стоит того? Я думаю, что уже много игроков действительно ее натренировало. И, в принципе, она стоит того, чтобы ее банить, если действительно игрок на ней хорошо играет. Потому что она может очень много проблем внести. Особенно, когда ты входишь в вольту, просто две тычки и минус Адекер или минус Мидленер. Поэтому Вейн очень мерзкий персонаж, особенно на трех предметах. Ну вот смотри, оттянул на себя, получается, один прямо в таргетной банке в предыдущей игре. На трех. В этой игре то же самое сделал Элвинд. И открыт, получается, закрыта синдера теперь. Открыты кто из наиболее важных пиков? Карма, оказалось. Карма, Олаф. Поппи тоже очень важна сейчас. Поппи тоже, как верно. Одна из самых сильных танков сейчас. И Элвинд играл много на Поппи, если мне не изменяет память. Когда ему не отдавали его любимые кэри пики. Другой вопрос в том, что он именно хорош на сплитпуше, на свои индивидуальные задачи. Ну, кстати, Элвинд может выкатить такую неожиданную стратегию в виде, там, знаешь, и релли через колосса. Когда ты впрыгиваешь в нем файт, станешь какой-то целью, получаешь еще щит, и у тебя очень много урона, и тебя не убить. Видно, что Латинская Америка немножко призадумалась и просто целую минуту потратила на счет ферстпика и выбирает такой обычный, стандартный такой пик. Я думаю, что у них именно было такое обсуждение, что у нас есть карма, но... А есть ли что-то еще более ценное, чем карма, например? Но в Дуге решили, что таких пиков нет, и нужно забирать то, что работает, то, что традиционно очень-очень сильно. Скорее всего, сейчас со стороны турецкой команды будет, например, какой-нибудь олов, потому что связка олов-карма не особо хороша. Ну, в плане, когда против нее играть, потому что очень трудно убежать от олов под счетом кармы. И... А Поппи просто хороший персонаж, как говорил Зак, на верхней линии, поэтому, в принципе, для них это самый оптимальный вариант, чтобы ничего не открывать. Просто если сейчас взять Поппи, то можно попасть на какого-нибудь Трандла, а здесь уже есть и карма, и, в принципе, они такую хорошую синергию между собой имеют. И это немного опасно. И Джин еще у нас появляется. Джин-то совсем и забыли про него, он-то тоже сейчас силен. Единственное то, что сборка на него сейчас поменялась немного. Ну, вот знаешь, мне все о Дакэре говорили, что сборка через смертоносность, она слабая очень. А вот именно Лекс в интервью говорил, что сборка на него сильная через эти предметы. Он его взял на LCL Open Cup и играл очень неплохо в матче против Virtus.pro. Вопрос в том, насколько Цейтнот, опять же, согласен с этим, будет ли это крит-сборка или вариант через новые предметы. Ну, Лекс, на самом деле, свое мнение очень часто меняет, потому что, если мы вспомним Вордсы, он говорил, что сборка через Armour Pen не работает, то есть нужно собирать только через похитителей сущности. Потом групповая стадия прошла, влустриг Джина закончился, начался винстрриг, он сразу сказал, нет, все-таки Armour Pen нормальный бил. Он просто пообщался с Терри Мэйнсом немножко. Тем временем Моди решает, что время показать всем, кто здесь зеленый отец. Да, и снова берет у нас Иверна. Я думаю, что команда турков все-таки не готова еще к этому персонажу. Я думаю, что, в принципе, в турецком регионе еще никто его не выкатывал. Я, возможно, только в скримах кто-то они где-то видели, но, тем не менее, этого недостаточно, чтобы понять, как играть все-таки против этого персонажа. Главное, чтобы они сейчас не перемудрили. Эту карму нужно отправить на саппорт и взять на мид очень сильного такого мага, потому что если они сделают ставку, допустим, на Кейтлин и карму отправят на мид и доберут какой-нибудь саппорта, то игру будет очень сложно выиграть через одного керри, тем более через такой персонаж, как Кейтлин. Кстати говоря, еще очень часто начала появляться такая тенденция, как карма топ-уэйн через танка, когда она собирается в ходорожденную рукавицу, спирит визаж и так далее. И ее убить нереально, у нее очень много утилити и, в принципе... Кейтлин у нее берется мастерка в итоге, именно колосс или тендерлорд? Я, когда смотрел, там берется из второй ветки, которая дает шелду. А, я понял. Винспикер-блессинг, благословение ветра. Ну, кстати, вот эта соло-топ карма танковая против попи очень хорошо стоит. Я недавно стоял, мне не очень понравилось, больше не хочу стоять. Ну, вопрос в том, опять же, куда пойдет Иверн, возможно, это поклонник Ликрита, да. Но, смотри... Наконец-то появляются вот эти майндгеймы в драфте, когда ты не видишь, о, Олаф, о, Трандл. Тут появляется Иверн, и ты думаешь, куда он может пойти? На саппорт или в лесу останется? Начинаются вот эти майндгеймы в флекс-пике. Но, смотри, сейчас Иверн, скорее всего, может отправиться на... Сейчас у нас варианты. Иверн может быть саппортом-влесняком, карма может быть топером-мидером и саппортом. Ты никогда не хочешь вставлять свою Кейтлин одну на линии, поэтому Иверн саппорт — это такая прохладная история, который должен роумить все время, пытаться где-то вражеский баф. Благо, это не актуально, потому что Иверн в лесу, карма — поддержка и Трандл на верхней линии. Вот такая у нас, получается, осадная комбинация, где Порки должен будет именно максимально давить один на Элувинда. Да, это на самом деле хорошее решение. Они более стандартный такой пик хороший выбрали. И если Одди будет заходить на топ, то уже Поппи спокойно можно додавливать. На миде нужно Кассиапию свою тоже немножко защищать, потому что та же Риксай должна заходить и должна эту Кассиапию давить. И как мы видели в Занзарах, допустим, когда он играл против Паранойи на Медлене, он там просто в 0.5 его отправил, и ранние ганки были очень сильные. Ну, а команда Турции берет Арианну как свой последний выбор. Итак, друзья, взглянув на драфты, какие у вас мысли, кто выиграет? Латинская Америка, Север или Турция? Я думаю, что выиграет Одди и Ко. Так. Я, пожалуй, согласуюсь. Мне, во-первых, их драфт нравится больше, во-вторых, просто необычный пик от Одди. То есть тот же Ивер, никто еще не умеет против него играть, поэтому это плюс. Я думаю, что сама команда Латинской Америки не готова играть с Ивертом, поэтому вторую на Турцию. И мы передам слово на этой ноте флэшу и Атеру для самой игры. Спасибо большое, Алексей. Атер, каков твой прогноз? Я думаю, здесь без шансов. Турки просто сейчас перекатят мексиканскую сборную, потому что, во-первых, состав, кроме Оди и Сеи, мне не особо знаком. Порки вроде где-то играл до этого. Возможно, Высурус Гейминг, который приезжал к нам на весенний Wildcard. Но, тем не менее, не Иван РЛ, который сам по себе американец, который сейчас в основном выступает в университетской лиге. Ну, то есть, это немножко неравнозначимые, конечно же, силы здесь получаются, потому что у турков как раз-таки команда очень и очень сильная. Все мы знаем, в принципе, этих игроков. И здесь смесь идет между Supermassive и Dark Passage. Два самых сильных коллектива. Кстати, из Dark Passage Цейтнот на следующий сезон уже уходит. И он будет играть вместе у нас уже с Дамблдоджем и Нару в составе Supermassive. Три игрока из турецкой All-Stars сборной, как и из СНГ сборной, повторно приехали на International Wildcard. Ну и будут сейчас вновь что-то додоказывать. Если вспомнить вообще прошлый All-Stars Wildcard, то тогда, конечно же, за счет 1 на 1 СНГ сборная смогла победить, но в гранд-финале они туркам-то проиграли. Это было очень странно, потому что турки вроде бы и выиграли гранд-финал, но команда проигравшая идет и берет кубок. Подъезжает ко мне, значит, Холли Феникс и говорит... На Кадиллаке? Я очень рад, счастлив, потому что мы выходим в финал и сейчас вас, короче, катнем по-бырому. И я говорю, друг, ты только что проиграл 1 на 1, и если сейчас ваши Дамблдоги проиграют 1 на 1, то мы уходим в гранд-финал. И Холли Феникс очень настроен, а мне было его очень жаль, честно говоря. Потому что игрок у нас очень сильный игрок, который так и не смог найти свое место, чтобы побеждать раз за разом в своей лиге. Хотя это своего рода реклос из Турции. Я знал, что Холли Феникс перед своей игрой не знал о том, что если он проиграет, проиграет Дамблдога, они не пройдут. Они просто не знали, что ни одного поинта не получат. Я даже совесть не смогла замучить, чтобы я ему предупредил об этом, потому что я знал, что он будет троллить, и он затроллил. Поэтому все претензии к руководству турецкому, которое я не объяснила правильно, и мне, дорогие друзья, не стыдно, потому что мы смогли в Америке побывать, а Кира заработал нам в соло возможность побывать в Америке. А что это значит? Кира большой у нас молодец. И очень ждем от него таких же результатов, но пока Кира у нас нет. А есть лишь команда льда и огня, и вы знаете, за какую команду нужно болеть. Кстати, Трандл на раннем этапе достаточно такой пробиваемый персонаж, и здесь вполне вероятно то, что Кристалл после забирания крагов может попытаться зайти на топ и наказать Порке, если тот против Элвинда будет играть чересчур агрессивно. Элвинд, конечно же, нам на прошлом вайлдкарте показал то, что он очень такой недооцененный, возможно, топпер вообще в своем регионе, потому что он показывал раз за разом очень и очень хорошую игру. Ну а Одзи сейчас уже, вскоре после забирания волчков, должен получить для себя третий уровень. А заходит Кисмет на топ, Порке здесь стоит, ему могут устроить что, Игорь? Правильно, Порке сейчас на топе. Воу-воу-воу-воу, полегче. Он второго уровня. Вроде Алсиор в Барселоне, но его дух витает в этой студии. Как и дух Иверна витает в лесу у синей команды, которая забрала уже четыре кимпа. И Верна мне очень нравится вот этой своей дрожелюбностью, которая говорит «да иди!» постоянно. И он даже не убивает листокрипов, а просто их… Он дружит с ними. Себе в чащу забирает, телепортирует. Тем временем, кстати, Кристалл все-таки потратил свое время на топе, попытаясь зайти на ганг, но видел то, что возможности никакой не предоставляется. Элвин против Порке стоит очень аккуратно, они даже не разменивались по здоровью. В итоге сейчас неплохо так вперед Оди выходит. Оди, конечно, один из таких лесников, на которых стоит обратить внимание, так как он появился только в этом сезоне на наших взорах. И показал себя просто как один из сильнейших лесников вайл-карт региона. Сейчас очень сильно Оди выступает, зафармливая все кимпы по кулдауну. Как вы знаете, Иверн не может бить лесных крипов в принципе, потому что он дружелюбный. Ну и типично, как отыгрывается Иверна, он сперва должен подойти, свою пассивку прокнуть, и пока вот идет по кругу заряд пассивки, он зафармить его не может. И как только он доходит до конца, тогда он может подойти и уже получить весь необходимый для него самого фарм. И чем больше у вас уровень, тем быстрее это все происходит, и меньше здоровья он теряет. Порки дает по голове своей дубины Элвинду. Не тому, который из брундуков, а топеру команды TeamFire. Ты просто не щадишь, Юра, сегодня продолжаешь раз за разом. Никакой пощады! Ну и сейчас на 300 золота вперед уже вырвались команда из сборной Мексики. Ну, точнее, Южная Латинская Америка Север. Сложное название у них получается. Предлагаю называть их Мексика, все мы знаем, кто живет в Север. Там просто не только Мексика, там смесь идет. Ну и в СНГ тоже много стран. Так-то да. СНГ просто короче получается. СНГ и СНГ. Хорошее название. Кристалл пытается зайти во вражеский лес. Здесь он ничего не найдет, не идет он на бот. И пока что Кристалл выглядит у нас таким потерянным лесником. Хотя на Риксае, конечно же, можно попытаться где-то подыскать халявки и забрать какое-то убийство. Либо же выбить, естественно, флэш. И Оди очень хороший свой лесной путь выбирает. И раз за разом находит для себя фарм. Ну, со счет чего у него сейчас есть небольшое преимущество. Дамблдодж подстраховывает Кристалл. Дамблдоги. Дамблдоги подстраховывают Кристалл. Будут заходить сейчас, скорее всего, на нижнюю линию. Прыгает Оди на големов соперника. Инстантно их смайтит. Если вы смайт используете, то кем забирается сразу. Вообще, все кастеры называют Дамблдоги Дамблдоджем. Мне... Хочется называть его Дамблдоги. Нет, мне ни в коем случае не хочется, а дело лишь в том, что мне так сказал Коли Феникс, что его называют в своей стране Дамблдоги. И это оригинальное название, которое не стыдно заимствовать у коллег. Хорошо, хорошо. Пускай будет Дамблдоги. Но пока что Дамблдоги вместе с Сейтнотом на боте ничего не придумали. По фарму идут команды у нас вровень. Кристалл заходит на бот. Палится он у нас на тотеме. Обзор на нем есть. Точно так же, как сейчас Оди показывается в нижнем своем лесу. И палец о палец не ударят. Команда Тимфайр на боте для того, чтобы выйти от ганга своего оппонента. Сейя против Нару, кстати, тоже очень ровненько стоят. Вообще, пока что игра у нас спокойная и монотонно так развивается. От Элвинда по Порке. Порке только хотел потанцевать немного вокруг Элвинда, а тут же ульту получил. Думал Элвинд, что возможно где-то находится здесь неподалеку тиммейт в Порке. Но, тем не менее, никого рядом не было. И сейчас у Элвинда не будет ультимейта. И когда на него будет заходить какой-то ганг, выкинуть он явно никого не сможет. О, а тем временем Один начинает контрджанг для чужих кристаллов. И забирает инстантно смайтом красный баф вместе с Ии. А где Нару? То Нару стоит на линии. И Рексани может найти красный баф. Это же не Занза. Плюс еще красный баф хоть кто-то может взять. И это будет, конечно же, Порке, чтобы над Элвиндом доминировать. Коммуникации не хватает. И как раз-таки той самой синергии, которая необходима между лесником и твоим мидером, чтобы понимать, как правильно передвигаться. О, нет, лучше станут. Мейт идет по воде, идет Маргаритка. Дамблдоги пытаются за Хейли, засейвить Нару. И Нару выживает. За ним Сея не флышается. Но, тем не менее, два сейчас очень важных саммонера было выбито из Нару. И ему надо будет в дальнейшем стоять поаккуратнее. Вот почему сейчас не подошел Нарзул, а подошел Дамблдоги? Потому что у Дамблдоги был ботинок, а у Нарзула его не было. А все почему, Игорь? Потому что... Потому что нужно больше золота. Надо просто ждать момента, когда Иван Эрел умрет. Кстати, здесь заходит Оди на топ. Маргаритка есть неподалеку. У Элвинда есть флэш. Ну, здесь вряд ли он будет умирать. Но Маргаритка бежит дальше давить. Когда Иван Эрел на боте умрет. Но обязательно надо же сказать отдать жизнь за Нарзул. А сейчас Дамблдоги встревает. У него очень мало здоровья остается. Но тем временем... У Китна сколько мало здоровья так же. И у Кристалла есть еще скачок. Но использовать он у него не будет. Вот неплохо зашел Кристалл. Скачок тратить не стал. Выход на боку он был идеальный. Оди юзает рут в этот момент. Борки врывается по Элвинду. Но красный баф не дает возможности ваншотке оппонентов. Он всего лишь замедляет. И чуть-чуть наносит урона. Поэтому спокойно Элвинд выходит. И к тому же Вайшка Поппи очень хорошо работает. Чтобы вот эту инициацию через Кушку и Верна как-то остановить. На боте у Дамблдоги очень мало здоровья осталось. Пока что череда здесь такого везения происходит со стороны команды огня. Потому что Инару в один момент выжил на маленьком количестве здоровья. Тогда Сэй решил не продолжать, чтобы лететь давить. Поэтому первой крови все еще не было на карте пролито. И будут продолжать сейчас свои попытки команды льда, скорее всего. Вот не могу понять, почему в английской версии это называется Дейзи, а в русской это Маргаритка. Потому что Маргаритка это Дейзи? Маргаритка это Маргаритка. Маргаритка это цветок. Это точно так же, как и Дейзи. А Дейзи это Дейзи. Поэтому Дейзи forever, а Маргаритка это неясно. Потому что вообще, ой, смайт юзер, Кристалл очень слабо. Потому что 500 хп еще у красного бафа лишь для того, чтобы здоровье получить. Ну не получается за контрджангли сейчас у Кристалла. За счет чего Оди вскоре еще сильнее вперед. По фарму и по опыту выйдет. Ну точнее, по фарму не так важно, но по опыту как минимум. Потому что здесь даже с учетом 29 на 40, пока что у Кристалла по большей части он фармит рапторов, он фармит волчков. Где-то один раз забрал крагов. И по совокупности именно убитых лесных миньонов, ну лесных крипов выходит так, что у него больше. Но тем не менее мы видим сейчас то, что Оди находится впереди. И даже если покажут нам золото, я более чем уверен, что Оди окажется впереди. И учитывая то, что Оди забрал красный баф у оппонента, это уже стоит минимум крипов 5. Ну сейчас два уровня разницы между... Ну вот Кристалл только-только седьмой получил. Ну и Оди в принципе только то восьмой получил. Так что целый уровень может чуть-чуть больше разница между лесниками. Но по золоту-то особо это не влияет, потому что команды идут более-менее вровень. Чуть-чуть отстает все-таки команда из Турции. Ну и свои попытки кого-то убить, кого-то загонкать. Здесь команды, конечно же, не хотят оставлять. Оди с Кристаллом свое внимание сейчас полностью уделяют боту. В нижней части леса они находятся. Ну и возможно у нас где-то вскоре будет ганг. Дамблдог здесь. Дамблдоги. Выдает свой космик блайнд, но никого не задевает. Оди, рут мимо. Дамблдоги. Находится рядом. Стревает сеть. Ну вот, достаточно серьезно причем. Здесь чашечки кофеечка есть, поэтому не так сильно он пройдет. Порки играет по Элвинду. У Порки все еще есть ультимейт. Поэтому Элвинду здесь прям слишком в агрессию идти не надо. В принципе у Элвинду у самого есть ультимейт. Ну такой хороший размен получился. Правда, здесь у Порки явно никаких проблем не будет. Особенно, когда он видит, что лесники сейчас находятся в нижней части карты. Поэтому в один на один на середине линии в любой момент он может сыграть со своего ультимейта. Да, Трандл, конечно, Трандл в абсолютном улынии. Он сильнее, чем Поппи практически всегда. Поппи просто костами откидывается. Которые имеют кулдауны достаточно приятненько. И естественно, в таких трейдах также может Трандла переигрывать. Но если каждый из них пойдет вперед и будет друг друга убить, конечно, Трандл даст ультимейт и перетрейдит соперника. Правда, сейчас Кристалл заходит на топ. И если под проказ, под контроль смогут убить они Трандла, это будет очень хорошее достижение. Однако, когда у Трандла есть ультимейт, его достаточно тяжело, тем более дайвить. И я думаю, что это не увенчается у них успехом даже в 2 на 1. Надо быть поаккуратнее. Дайвить Трандла точно здесь не стоит, потому что и неподалеку находится. Здесь пытаются дайвить Трандла, но урона может хватить. Скачок, используя Трандл, он, конечно, резисты все покушал, немножко подхилился. И, в принципе, дайв-то был неплохой по итогу, потому что флеши сохранили. Они флеш как минимум выбили. И ультимейт выбили, что тоже не было важно. Потому что, например, стоит дракон, а кто Трандл без ультимейта на ранних уровнях? Не очень, просто такой крип толстый бегущий. Ну, Кристалл бежит забирать свой красный баф. Оуди здесь видит на тотеме контроля, поэтому он в лес не должен бежать. Он не знает, где сейчас находятся Дамблдоги. А Дамблдоги как раз-таки вместе со своим лесником захотят сейчас убить Порки. И Порки отсюда уже не уйдет. Порки встревает, Кристалл юзает. Свой подкоп от него по Элвенду он будет пытаться играть, но, конечно, у него вряд ли что-то получится. Бедный-бедный Порки. Без скачка, без ультимейта Телепорт был юзать. Невозможно. Нерзул играет под сайтноту. Сайтнот, выход на боку. Использует ультимейт. Идет под сайтноту. Вау. Мало здоровья. А почему его не добили? Почему дальше все-таки не пошел? Ну, у сайтнота в любом случае был еще и сам Нерхилл у него. Ой, у Эпсей играет Нару, но Нару сам может стрелять, потому что Оди может кастовать у него рут. Он пробахивается, а потом попадает под ноги, который использует свой тоннель в правую сторону. Нару хороший дал свой ультимейт, за счет чего вся агрессия здесь со стороны команды льда остановилась. И Эпсей никак не смог продолжить. Сошла нет агрессии. А у Эвен делает Телепорт за Иммон Рейла. У Эвен до сих пор есть скачок, но использует вовремя щит Нерзул, и жизнь никому отдавать не придется. Странно то, что Эвен Рейл здесь кокон свой. О, какой стадо! Дамблдоги врываются. Команда фаер в оппонента. Проседают очень сильно айсы. Они делают два скачка. Порки может опять стрелять Нерзул. Погибает. Порки очень мало здоровья имеет. Сейтнот пытается его накусить. Кристалл имеет мало здоровья сам. Дейзи бежит в атаку. Готовая станет. Элвин откачивает Дейзи. Точно так же делает Эсейтон. Промазывает Вэшки Джин по порке. И подходит уже здесь и Сея. Помимо Нару, который организовывает пуш команды оппонента. Но, слушай, играет Элвин. Что ты делаешь? Сея встреваешь. Просто как встрявший чувак. И трейной становится счет. Фаер. Не ожидал он здесь, что по нему Элвин сможет сыграть с флэша. Но здесь, конечно же, ошибка была от Сеи. Он ни в коем случае не должен был рядом со стеной проходить. Маргаритку, когда забрали, и вся агрессия, в принципе, задумала. Маргаритка. Маргаритку, когда забрали, вся... Такой кусок масла. Вся агрессия стороны команды Льда у нас притихла. И, конечно же, уже надо было играть на развороте. Сейчас три убийства уже в копилке команды Огня. И турки выходят вперед. К тому же, забирая еще и дракона. Вышка на боте остается жива. И первое строение все еще не упало ни для одной из команд. Потихоньку начинают плакать наши аналитики, которые давали прогноз. Мне кажется, Ивану и Иреллу надо было здесь, как минимум, капкан поставить, чтобы Элвинда остановить. Нет, мне кажется, не надо было стану этот ловить вдвоем. И Порки. Порки свой телепорт сдал крайне далеко. У Порки, кстати, все еще не было на этот момент ультимейта. Он ждал до самого конца. И здесь ему очень повезло, что он у него откатился. И в итоге смогли хоть как-то здесь времени выиграть и не отдать еще дополнительное убийство. Отдали они лишь карму. Ну, здесь, конечно, что сделал Сэй, это ему непостижимо. У него был скачок. Он не сыграл с него слыша. Потому что можно было отойти назад. И если ты видишь опасность сыграть, ну, вообще были фулл хп, что надо было просто выйти. И все. Сэй пожадничал, потому что он решил здесь еще и миньончиков, подфармить, чтобы нельзя было по вышке сыграть. Но тем не менее... Я не обратил внимания до этого на билд Сэй. И как только я увидел кувей от Рианы на 40% хп, то сразу понял, что у него обусала-то нет. Как мы видим, конечно же, это сыграло какую-то роль. Но под таким контролем, скорее всего, Сэй в любом случае погиб бы. Колечко от Джонни купил себе Сэя. Спасибо. Но с 0.1 оно мало что дает. Кстати, оно довольно имбовое. Оно дает и 15 хп, и ману там... По этой причине почти все танки его покупали, особенно учитывая то, что он увеличивает длительность эликсиров, и за счет чего твой как раз-таки эликсир, который очень часто на топ собирают, работает в большой плюс. И первая вышка падает для турков, потому что они успевают это сделать чуть быстрее, и тем самым выходят слегка вперед по золоту. Но не сильно. Ой-ой-ой, с ультимейта играет, и Тандерлорд прокает по Сэе. Сэя совершенно неясная, что-то пока творит. Не ожидал, что Нару будет играть настолько хорошо, и Нару его раз за разом на ультимейты подлавливает, конечно. Нару играет обычно, он просто взял его, словил с ультимейта и убил, потому что подставился. Тебе так кажется. Ну, на самом деле, не так-то обычно. Порки здесь могут подловить. Идет ультимейт от Барда, Барда никого не ловит. О, что же творит Нару? Что же он творит? Влыша дал куве. Вот это мув был только что от Нару. Еще один килл. Что за хейт? Вообще непонятный. На самом деле, Нару очень хорошо чувствует своего чемпиона и подлавливает сейчас практически в соло. Прекрасно отыгрывает Нару, используя свои самонерки как надо. Призрак, он использовал прекрасно, потому что забрал он сначала мидера, подошли команда оппонента Дэффи, и он почувствовал лимиты даже без ультимейта с помощью призрака смог раскатить оппонентов, используя также и своих союзников. Игорь вам обязательно прокомментирует это сейчас в красочных подробностях. Скорее всего не тратил свой флэш по той причине, что он не ожидал, что вообще весь этот раскаст его сможет добить. Ну и Дамблдоги очень здесь здорово для себя халявки подловил, потому что вовремя успел Нару похилить, за счет чего еще и ассистик для себя получил. Ну и в тот момент, когда и Иван, и Рэл, и Порки оказались уже без своих саммонеров, ну Нару этим воспользовался и смог сыграть со своего скачка, забрав очередное убийство, помимо той вышки Т1 на миде, которую и так забирала турецкая сборная. Нару начинает монстром уже быть, он 13 уровня, у него 3.01, у него 183 миньона на 19-й минуте, и он сейчас, когда еще ботинок соберет, а потом еще и шляпу соберет, сколько же урона он будет выдавать, даже КВ будет достаточно, чтобы ваншот из сквишей. Ну и как минимум, у него уже есть такая атомизация, при которой ни Порки, ни Оди к нему близко не подойдут, хоть те и являются такими сильными милишниками, но у Порки пока что нет вообще абсолютно никаких резистов, он сквишовый в момент погибнет от любого раскаста Арианы, но вот у Оди просто недостаточно много еще здоровья, чтобы переживать то же самое. И Оди уже отстает от Кристалла, хотя в начале он его и контр-джангл, но килл и ассист дают 500 золота преимущества, и сейчас немножко уже таким нонфакторным является Оди своим и верным, потому что Сея 0-2, да, у него есть фарм некий, но использовать его достаточно сложно против такой-то Арианы. Магического сопротивления совершенно нет. Порки также задавили на топе, и если Трандл иногда может переиграть Поппи в 1 на 1, то Поппи с помощью имеет 3 ассиста и небольшое преимущество по миньонам, конечно уже может ему хорошие трейды навязывать, и очень сложно Трандл реализовывать на сплитпуше. Помимо сплитпушера топера, есть карма с Оди щитом, есть полусаппорт и верн, и два керри, которые пока урона не могут наносить. Урона не могут наносить, к тому же не стоит забывать, что после обновления, при котором медальон железных саларий теперь больше не дает магического сопротивления на всю твою команду, стало очень сложно переживать раскасты мидеров, которые в командных сражениях очень много урона могут наносить, таких как Ариана, таких как Владимир, и это очень сильно может повлиять на ряд факторов в дальнейшей мете. Ну и мы видим, то что сейчас Ариана чувствует себя просто восхитительно, естественно, большинство чемпионов сейчас ей противопоставить ничего не могут, только если сыграют по фокусу и быстро ее забрать смогут. Но чистого контроля здесь не так-то много, даже если Оди попадет своей кушкой, в любом случае Ариана может своими приказами атака и диссонанс работать, точно так же, как и сдавать стяжки. И Кристалл играет по Иван Рэллу. Даблдоги также пытаются подворваться, но Нерзул блокирует все заклинания, выход на боков на вэшку от Джина, и поэтому выживает Иван Рэлл, тратя лишь скачок, Нару подходит рядом, но здесь стоят ловушки от Китлин, в принципе, можно и скушать одну, что и Кристалл делает, даже две, ничего себе, и уже ловушки ставит Цитнот теперь, а не Иван Рэлл. на подходах, что если драка будет в дальнейшем как-то развиваться не в пользу турков, и команда льда побежит вперед, чтобы преследовать, то эти ловушки могут их приостановить. Нару пытался подзонить оппонентно, но миньоны без барон бафа на такой ранней минуте падает, конечно, слишком быстро, и не успели ничего сделать турки. Порки Элвинда сейчас не пробивает, слишком много щитов получает Поппи, у которой есть 13 уровень, у которой есть пассивка, есть броня, есть возможности через свое мужество колосса играть, которая также дает дополнительный щиточек, и это, конечно же, очень сильно влияет на то, как вообще Трандл может с ней размениваться по здоровью. Там около, наверное, 160 брони, конечно, у Поппи ее пробивать очень тяжело, Трандла, у которого 0-1-0, фарм, не сказать, что какой-то гигантский. Плюс линдзя Таби, которые просто лочат автоатаки. Ну, теперь у Поппи все в порядке вообще, ее Трандл вообще бить не будет. У Трандла одна лишь гидра, но она не пробивает такое количество армора, 200 армора. Только лишь под ультимейтом, правда, вот ультимейта перезаряжается достаточно долго, так как нету упорки сейчас возможности выйти ни на перчатку. Соберет он свое облачение духов, которое даст ему 10% КДР еще не так скоро. Искупление собирает Оди, он, кстати, не собирает Грааль. Ну, потому что искупление слишком хороший предмет, чтобы его не брать. И Оди здесь выполняет чисто такие функции поддержки. Иногда собирают Грааль и искупление без как раз луки-то. Но решил Оди то, что Локет ему очень нужен. Все-таки Локет сейчас дает 60 магического сопротивления. И когда ты играешь против такой Арианы, Локет, конечно, здесь является хорошим выбором. А вот будет возможно все-таки у Задзе момент показать своего и верно, если не забанит. И вот он нам тогда расскажет, а здесь подстревает Нерзул. И кушка от Арианы впоследствии летит мимо, потому что упал щит. Медальон-то Железных Салари сейчас точно так же Нерзул еще и спасает. Поэтому предмет не бесполезный, как могли бы подумать. Предмет очень хороший. Сейчас в эру вообще Лиги Легенд, которая зависит очень сильно от щиточков, конечно же, медальон Железных Салари является тоже очень важным инструментом. С КУВ 60% жизни тратит Нару Элвинду, а Элвин с трех ударов тратит ему 5%. Там еще автоатака от вышки была. За счет Игорева любимого щиточка. Щиточки это просто имба какая-то. Но по Оди не так-то сильно, потому что Оди много магического сопротивления. Лези идет в бой, идет искупление, очень сильно замедлен. Нару делает и скачок, и призрак. Зачем было два самоделя прожимать? Можно было одним обойтись, но рутит Сею, но некому дать КУВ на 40%, когда это происходит, потому что Ариана на топе находится. Центральная вышка почти упала, ее в принципе можно добирать, и Джин очень хочет это сделать. Кстати, у него одного крипа не хватает на 200. Кстати, хорошее замечание. Где-то Цейтнот не доформил, но пока что ловят Дамблдоги, Дамблдоги летают через туннель, играет под Цейтноту. отомил вышку, но скачок, сон прожимает, Дейзи находится в Джоне, ведь в нее ультует Барт, почти погибает Оди, но Оди успевает подхилиться от Иманарелла, Элвин достаточно сильно встрял, Дейзи чейлзит Элвина вместе с Порки, Порки кусает Элвина, Кристалл пытается спасти своего мейта, пока размен без убийств, лишь Т2 вышка упала, а у нас тем временем Нару сплитпушит верхнюю вышку и забирает Т2 команды Айс. Той же стратегии сейчас турки придерживаются как и играли СНГ, в прошлой игре очень много сплитпушит, даже если драки какие-то они пропускают и в них не участвуют, но сейчас у Нару есть ультимейт. Нару Ать, Кристалл подкидывает двоих неплохо, Нару забирает даже не используя свой ультимейт, Дамблдоги чезли с левой стороны, Рут идет мимо от Оди, где же находится Нару, а Нару очень далеко, щиточек висит на Кристалле, но прерывается, ментальная связь между Нару и Кристаллом, щит спадает и 0-6 фаер ведут и ориентируются на объекты. И сейчас уже идут турки забирать Нашора, потому что Сэя мертв, у Сэя очень много урона сейчас по сравнению со всей своей остальной командой и будет что-то сложно с этим сделать. А ничего не сделать, Оди прыгнул на Россию, только что засмайтил их, конечно, Нашора не контестят Team Ice, забирают его турки. Пока что чистая игра абсолютно идет для турецкой сборной. Для Нару. Они идут со счетом 6-0, они лидируют сейчас практически на 8 тысяч и, конечно же, сейчас бафом Нашора они, забрав все вышки Т2, а последние остаются только на боте, могут уже идти на Т3. Скорее всего, одну или даже две стороны не смогут открыть с этим усилением. Теперь нужно сплитпушить, потому что с барон-миньонами и дособрав наконец-таки шляпу, Нару, конечно, может идти и там ваншотать просто. Это безумнейшая сейчас атомизация у Нару, она ваншотает сейчас практически... Скуэ Кейтлин будет 70% минимум терять. Три персонажа из четырех сейчас Нару может ваншотнуть. Причем ультимейт это спл, который надо класть долго, то есть из него кристаллы сейчас могут подловить, но здесь идет инициация уже со стороны Элвинда и сейчас что же будут делать тимайс, потому что они закрыты. Они не будут ничего делать, они будут стревать, потому что идет выход на баклон и искупление подхиливает даблдоги здесь также попадает в рут, кристалл не хочет заходить, давить, потому что Нару уже бьет вышку. Который точно не будет сплитпушить, но Нару бежит по миду, игнорируя драки. Я не говорю, что не надо сплитпушить, я говорю, что не обязательно уже, потому что... Это хороший вариант. То есть драку не факт, чтобы они выиграли бы в чистую, но сейчас драка у нас завязывается все-таки. Ой, и Цитнот погибает в этот момент, а ультимейт как же будет использован от Нару. Нару, пожалуйста, ультуй. Ультует в одоволе шпорки, который даже не догорает, потому что Игнайт даблдоги его не добил, и здесь ульта от Нару была, конечно, клещевым моментом драки, она неправильно пошла, так как Цитнот погиб практически с ваншотом, не имея заклинание призывателя, Элвин выкидывает Иван Релла, и Ингибитор-то, конечно, падает, но вообще должны были сыграть Турги гораздо сильнее. Цейн надо быть поаккуратнее, потому что на развороте здесь могут что-то и придумать для себя команда огня, и сейчас Порки без своего ультимейта летит вперед, у Порки скоро появится он, и за счет хорошего пилора он может остановить, ну какой же мобильный сетап здесь получается у команды огня, ну а тем временем Элвин, кстати, еще успевает, есть Реллай у Цейн, но самонерок нет, и конечно Элвинда не удастся забрать Порки, нет, 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 очень далеко, сейчас нужно Ариане забрать Синебавчик, подойти к Иван Реллу, сказать Дейзи, кинуть к нему Куве на 80%, и Иван Релл отправится Хильса на Фонтан, за это время можно в принципе Нексус любить. А Дейзи-то при чем? Но тем временем красным драконом находит для себя здесь команда огня, очень подстать как раз таки названию и забирают они очередное усиление для себя. Три разных дракона пока что было для турецкой сборной и конечно же все объекты на карте они целиком и полностью контролируют, потеряв лишь вышку Т1 на топе и вышку Т1 на боте. Очень лаконичный Иван сказал, а Дейзи-то при чем? Дейзи-то просто Дейзи. Дейзи-то круто. По Цейтноту врывается Клэйба в этот момент ультуя Риана. Нет, не ультует. Ну ладно, в принципе так пойдет тоже. В прошлый раз было лишь по одному Порке, сейчас по двоим можно было, но видимо хочет оставить Нару для лучших целей и свой ультимейт. Порке даже не требует ультимейт от Риана, он готов погибать. Итак, Кристалл врывается Оди и Сею. Оди добивает Сейтнот с выходом от клон Сея также сильно встрял, у него проблемы. Ариана забирает его еще имея ультимейт. Ой, сейчас по-моему Нарзулу будет очень плохо, потому что ультимейт Арианы таймится очень плохо так же и не попадает она им, но забирает вторую Т3 вышку и гибитом также может упасть. Это в принципе уже очень похоже на конец игры. Все идет к тому, что эта игра сейчас может уже и закончиться. До Сея здесь остается еще очень много времени и конечно же без него не могут ничего придумать команда из Мексики. Под Нексусом Тимфайр уже доминирует своих оппонентов и падает вторая Т4 вышка, Нексус потихонечку падает, но Нару продолжает бить своих оппонентов. Фанится ребята, конечно, дорогие дамы и господа. Почему? Потому что это All Stars и это шоу-матч все-таки больше, чем соревновательный матч, поэтому получение удовольствия, игра на расслабоне, игра в красивую и интересную игру, а не в трайхардовую и ориентированную только на результат, она превращается. Но вообще, мне кажется, все-таки на Вайлдкарде больше здесь соревнований происходит, потому что игроки действительно борются. У них не так много международных турниров, естественно, они все хотят себя провести. Если посмотреть на старший турнир, который пройдет на следующей неделе, то там по большей части игроки, которые приехали проявить себя, где-то получить веселье, удовольствие от самого турнира, от самого мероприятия. Ну и мы видим то, что команда из Турции сейчас просто разгромила команду из Мексики, и наши аналитики были абсолютно неправы. И именно поэтому, дорогие дамы и господа, мы очень хотим узнать у Алексея Генея Сараманова и его команда аналитиков, как же так, почему такой прогноз и почему все-таки он оказался ошибочным. Алексей, объяснись. Спасибо большое, Юрий, но именно я поставил на Турцию, а вот мои коллеги... Ты главный, ты за нас отвечаешь, поэтому все... Ага, окей, хорошо, хорошо. В итоге, друзья, команда Южной Америки Север немножечко подвела нас, и ни Сея, ни Сея, ни тем более Одди ничего нам не показали. Как так вышло? Ну, мне кажется, то, что изначально задумка планы, именно задумка команды латинской была в том, чтобы Сея вместе с Одди играли вместе, то есть была связка Иверн плюс Кассиопея. Иверн очень часто должен заходить, например, на среднюю линию помогать Кассиопею, после этого вводить ее вперед. На сайдлайнах у нас был Трандл против Поппи, очень хороший матчап для Трандла, то есть ты всегда пытаешься ее перетрейдить, впушиваешь ее все время, она особо ничего не может противопоставить тебе. Ну и на нижней линии у нас была Кейтлин плюс Карма, и это тоже очень сильная линия, она должна была впушивать все время и держать именно линию так, чтобы Лесник не мог приходить, например, на среднюю линию, там, контрганкать, что-то делать, он должен был идти на сайдлайны, чтобы отпушить их или попытаться заганкать, а они всегда были там заваржены или что-то в этом роде. Я еще хочу немного ясности внести. До Топпи доминация идет в пользу Трандла. Поппи его никогда не перескейлит и никогда с линии со своей не сможет прогнать. На боте также Кейтлин Карма, которая должна доминировать. Когда их приходили ганкать, они всегда эскейпили и спокойно уходили от этих ганков, но Топпер решил подраться, сделал плохой телепорт раз, плохой телепорт два, постоянно смещался на файты, когда Трандл не должен никуда смещаться, он должен постоянно свою линию толкать, просто выфармить свои итемы и потом уже в лейте, если уже нужно будет прийти в какую-то драку, а вообще просто сплит пушить постоянно. Плюс Оди, он агрессивный лесник, он всегда играл на Грагосе какого-нибудь, который постоянно ганкает и может свои линии выводить вперед. А здесь он пикнул Иверна, который является больше саппортом, таким утилити чемпионом, который в ранней стадии. Извини, я тебя должен прервать, очень Турция грамотно и четко провела всю игру. Дамбулдож говорит, что игра была очень веселой для нижней линии и все прошло очень успешно и пусть матча был не в их сторону, изначально он должен был быть таким, но при этом в линии фаза прошла очень грамотно и четко они не провели из мобам и было все для команды Турции хорошо. Какие ожидания у команды Турции к этому вообще турниру? Дамбулдож говорит, что не знаю, чего ожидать от режима убить или игры все за одного. Мы попытаемся выиграть, обычно все эти режимы мы играем для веселья, но в этот раз мы попытаемся сделать все возможное, чтобы выступить максимально хорошо. И что Дамбулдож можно сказать по поводу стратегии команды Турции перед этими фановыми режимами? Я практикую не к диску чемпионов для режима 1 на 1, говорит Дамбулдож, потому что и он тренируется фармить, потому что обычно больше саппортом он в этом плане проседает. Дамбулдож оказался триумфатором этого матча, потому что если мы говорим про, допустим, про ошибки в Латинской Америке, это одно, но если мы говорим про Турцию, то у них тоже все было очень грамотно и четко, учитывая, что команда играет вместе не так давно. Ну, у них было довольно-таки все хорошо, это, я думаю, очевидно было и для нас и Заком, но мы как-то сделали все-таки ставку на то, что молодой бог Одди вместе с Эйс смогут протащить свою команду, но, как оказалось, это было слишком трудно и, в принципе, турецкая команда показала, что они играть умеют, они играют хорошо, даже если у них не все игроки в одной команде играли, поэтому сетап у них был неплохой, но я бы не сказал, что прям вот они должны были побеждать эту игру, у них были слабые линии, они должны были проигрывать именно на лейнфазе, но в какой-то момент просто одна вот эта рака на нижней линии, которая сначала подставилась от Рандол, умер, после этого подставилась Кассиопея, которая зачем-то осталась фармить вроде в Боппе возле стенки, прям я так смотрю, чего, как, просто Латинская Америка взяла слишком сложность, ну не слишком, взяла сложность стап, который именно на исполнение, они его исполнить, к сожалению, не смогли, даже близко, из-за этого они проиграли, плюс, как бы у турецкой команды тоже там, к тому же Дамблдоги, у которого в пуле три чемпиона, единственный из них более-менее хороший, ну мы не знаем, там очень давно Турция не играла, Дамблдог не играл, тоже получается, он иногда, кстати, трэша брал в Бардах, финалов турецкой лиги, это было абсолютно старое обновление, так что мы не знаем точно, что именно готовит этот саппорт турецкий звездный к новому сезону, если мы говорим про Турцию, их шансы на победу вообще, потому что у них завтра в режиме убийц океане, потом им играть турнир один на один, между прочим, с СНГ, и в третий день им предстоит играть второй командой Латинской Америки, Латинская Америка Юг в режиме все за одного, какие у них шансы? Один на один, шансы в ноль, как бы, ну там наша команда, там все ясно, последующие режимы убийцы и все за одного,